Проповедь о живом мертвеце и воскресении его. Итак, Евангелие о воскрешении Господом единственного сына вдовы из города Наим, которая от великой скорби сильно плакала в утрате его. Человеколюбец жалился над нею сказанное и сказал ей «Не плачь!» И подошел, прикоснулся к одру и сказал «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Всех объел страх, и все славили Бога, говоря «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Лука 7 глава, 11-16 стихи. Это поразительное чудо воскресения юноши совершено Господом во образ будущего воскресения всех умерших и для утверждения нашей веры и нашего чаяния общего воскресения. Будем же помнить, братья, и радоваться, что Иисусом Христом нашим искупителем побеждена смерть, переменена на сон и над всем нам всем даровано воскресение. Будем стараться, чтобы воскреснуть нам всем на радость и жизнь вечную, а не на стыдную и укоризну вечную, чтобы по воскресенье удостоиться стать одесной Господа, а не ошую, и услышать не глаз грозный, отсылающий в муку вечную, а призывающий к наследию Царства Небесного. Познаем, что всякий из нас имеет своего мертвеца, а именно мертвую по причине грехов бесчисленных душу свою в живом теле. Как и Господь назвал некоторых людей мертвыми, хотя и были живы по телу, сказав некоторому человеку, желавшему следовать за Христом, но прежде хотел похоронить Отца, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Матфея 2 глава, 2 стих. А ты иди и возвещай Царствие Божие. Да, у каждого грешника мертвая душа, которая может погибнуть навеки, не прекращая свое существование, но пребывая без конца в страшном мучении. Эту мертвую душу грешника в этой жизни может воскресить только один Иисус Христос, через веру и сердечное покаяние. И как мы постоянно согрешаем, то нужно постоянное покаяние, тайное пред очами Божьими и в известное время открытое пред священником. Через покаяние умирающая душа воскресает столько раз, сколько грешник согрешает, кается сердечно. Так что, если человек несколько раз в день умрет грехом и несколько раз покается искренно, столько же раз и воскреснет. Об этом говорит нам Писание. Сколько раз падаешь, столько и встань, и спасешься. Какой же бесценный, величайший дар, дарован нам от Бога, вера наша и покаяние пред Богом. Через веру и покаяние мы ежедневно обновляемся, оживляемся, примиряемся с Богом. Нет числа нашим грехам, нет числа ищедротам Божьим в помиловании нас грешных, искренно кающихся. Душевное воскресение несравненно выше и благотворнее, чем воскресение по телу. Здесь воскресает от смерти к жизни вечная бессмертная душа, а не тело тленное. Стань спящей, воскресней из мертвых, и осветить тебя, Христос, Ифисянам 5, глава 14 стих. Воскреснувши, старайся не умирать вновь. Цени великий дар Божий, дар очищения, освящения, оживления, воскресения твоей умершей грехом души. Не попирай сокровища благодати и милости Божьей, чтобы тебе не умереть вовеки. Молитву и покаянием поддерживай непрестанно общение с благодатью. Одолевай влечение ко греху. Грех влечет тебя к себе, но ты господствуешь и над ним. Бытие 4, глава 7 стих. Господу славу во веки веков. Аминь. Из проповеди Иоанна Кронштадтского.